Я-исследователь – единственный в стране конкурс для самых маленьких учёных от 4 до 10 лет. Начался проект в Москве, а в последнее время площадкой для его проведения стал Сочи. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 250 юных исследователей из 23 регионов страны. Их работы будут оценивать по особым критериям. Мы оцениваем детей не с точки зрения того, насколько они проникли в тот предмет, и изучили содержание психологии или биологии, с точки зрения того, насколько они овладели методом исследования и проектирования, и насколько они самостоятельно выполняют свою работу с возможностями своего возраста. Свои работы участники представили в нескольких номинациях. Они показали знания физики, математики и прочих наук. В этом году поддержать ребят и их родителей приехал глава города Анатолий Пахомов. Я уверен, что вы на правильном пути, и это действительно большое счастье воспитать своего ребёнка учёным, спортсменом, вообще просто настоящим патриотом Родины, человеком, которым можно гордиться. Это уже и есть счастье. Поэтому вы действительно на правильном пути, и мы всё сделаем для того, чтобы оказать такую поддержку для вас, для руководителей. И мы говорим добро пожаловать в Сочи. Сразу после открытия начался самый интересный этап конкурса – защита работы творческих проектов. Например, ребята показали чудеса электротехники и провели презентацию славянских кукол-оберегов. Были среди работы вовсе не детские. Так Давид Зорин из Якутии рассказал о разновидностях холодного оружия, традиционного для многочисленных народов Севера. Его использовали для разделки дичи. Они отличаются тем, что у них единственная такая в мире форма. И они подходят как раз для якутских условий. Они не застревают в мёрзлых вещах из-за дола, потому что вдоль сохраняется воздух, и когда ты режешь мясо, то там кровь не застревает. Чей проект впечатлил больше, станет известно уже в пятницу. 31 мая жюри подведёт итоги и определит победителя конкурса. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.